всем привет мы группа not bad всем привет с вами николай синг сегодня мы общаемся с вами и поем для вас подписывайтесь на youtube канал страна fm там будет полное выступление мы группа not bad вот рок-группа not bad что немаловажно как мы собрались вообще ну просто наверно все началось с того что три парня которые любят музыку они нашли друг друга парни играли просто до этого в группе даже в них нескольких до вместе и я потом познакомился с игорем как-то тоже на музыкальном почве мы поняли что у нас просто одно сердце на двоих музыкальное и он познакомил меня с герой вот так вот все началось в принципе мы начали писать классным узло сердце стало на троих сердце стало на троих и отныне мы двигаемся втроем нам всего год но мы растем и у нас есть уже несколько классных песен таких как минута девочка из гетто которую вы услышите сегодня и live да это игорь я игоря я в рамках not bad гитарист поправочка лучше в мире гитарист да спасибо герман герой барабанов эмси повар сегодня на этой кухне для вас в составе данной группы мы относительно недавно на на рынке рок-музыки вот но порознь мы уже участвовали в интересных проектах возможно про который вы узнаете перейдя к нам в личный профиль на страничку в одноклассниках в инстаграме тиндере да меня нет вот поэтому про себя рассказать но мы все занимаемся музыкой очень давно практически с детства с герой мы вообще прошли очень долгий путь мы играли в разных проектах я не могу не сказать здесь мы с ним играли вместе на одной сцене с металликой это уже мем локальный но мы играли вот потом пост повстречали классного вокалиста марка и решили двигаться оставшуюся жизнь не знаем насколько нам долго суждено прожить но мы решили двигаться да мы как-то словились с игорь с игорем на немного на другой волне изначально на на волне праздник продюсерства вот а потом оказалось что мы горим одной целью собрать очень классную группу вот так мы встречались с пацанами мы горим одной очень большой целью собрать стадион я потом уже собрать группу из этого вытекает соберем группу под стадион в общем так я тоже немножко расскажу про себя меня зовут николай синг я тик чокер музыки я недавно буквально днях вот но я планирую заниматься музыкой дальше и снимать тик токи это самое главное вот ну что я могу про себя рассказать я вообще занималась гимнастикой много лет 11 до кандидата мастера спорта дошла и бросила ради тик тока вот такая вот незаманчивая история автор слов мози монтана я доверила ей эту работу потому что я решилась провести ним такой небольшой эксперимент такая маленькая миленькая девочка и рэп это что-то несочетаемая вообще со мной и по моему получилось прикольно но для меня сложно мне больше что-то грустное подходит поэтому скорее всего следующие треки будут невеселые я вырос на я сейчас помню все началось группы руки вверх у меня был кассетный плеер руки вверх два года я слушал руки вверх иванушки потом я познакомился точнее отец меня познакомил с такими музыкантами как ддт кино виктор цой и я уже перешел на другую сторону постфактум я узнал о группе нирваны 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 да группа нирвана ну и там дальше вся эта рок-н-ролльная школа просто она захватила тогда же было время и морей и то есть я прям погрузилась во все это с детства играл ракешник потом к лет девятнадцати я ну начал заниматься продюсированием но я понял что я хочу это делать и тут как бы я уже залетела совершенно в другую историю в электронную музыку в попсовую и по итогу что мы имеем я считаю что в принципе я очень разносторонний персонаж в плане музла ну школа у меня ракешная но у меня примерно что так же я примерно также все был период просто когда с попсы ты в подростковом возрасте познакомился с роком и несмотря на то что в дальнейшем мне также нравились попсовые треки каких-то исполнителей я мог слушать марвин файф ивана дорна каких-то диджеев там популярны да все равно наверное основной музыка которая постоянно был на репите это был урок я не знаю сколько я себя помню я всегда мечтал играть в рок-группе вот поэтому я знал что меня будет рок-группа я просто шел музыкальную школу в мыслях прокручивая все просто какие-то мечты будущее вплоть до диалогов поэтому это на самом деле смешно что все на самом деле получилось и это круто с раннего детства начнем майкл джексон и кристина арбакает вот потом мне пошел open kids барбарики это же тема вот сейчас у меня совсем другое что-то погрустнее я перечислял что происходит с современной музыкой мне кажется музыка становится все проще и проще и в музыке на данный момент все меньше музыки становится в подавляющем большинстве вот есть конечно крутые проекты новые появляющиеся какие-то личности треки коллективы которые мы слушаем вот респектуем ребятам которые давно уже на на своем пути как в роке так в попсе вот я про я лично все слушаю мне кажется пацаны тоже да абсолютно ну касательно того что происходит в музыке односложно очень тяжело будет сказать ну естественно сцену забрал рэп во всех его проявлениях в проявлениях с попсовой то есть все идет через призму рэпа и это в какой-то мере лично меня уже под запарила возможно я пойду против системы я хотел чтобы появлялись новые артисты новые жанры чтобы люди перестали копировать друг друга и возможно осмелились найти в себе то что-то уникальное что может быть первое время не будет приносить там какие-то стремы или еще что-то но тем самым будет развивать рынок вот для меня это важно потому что с точки зрения так как мы еще помимо музыкальной деятельности с not bad мы еще продюсерской деятельностью активно занимаемся пишем песни для там разных звезд и хочется чтобы все больше и больше разносторонних артистов появлялась и чтобы наконец-таки рок-н-ролл тоже вернулся он уже возвращается и мы бы очень хотели посодействовать этому в плейлистах неизменно из русскоязычной наверное у меня группа нервы вырос на иване дорни наверное всю молодость слушал ивана дорна это из попцы я думаю людям интересно слушать такую музыку много на самом деле ребят пошла молли да тоже одни просто как просто первооткрыватели как в каком-то своем поджанре это просто ребята треки которых можно переслушивать и за дня в день и они тебе не надоедают они абсолютно разные ну что сказать они задали задали новый виток но по джанру создали и кирилл бледный он просто гений это нельзя отрицать а также конечно кис-кис да много ребят на самом деле которые делают классную музыку которые уже были у вас здесь вот я посмотрел несколько выпусков с космонавтов нет папин олимпоз да то есть группу у них есть душа у них есть какое-то свое видение свой стержень которые они проявляются своей музыке это очень круто я могу сказать что я слушаю у меня это стабильно тифест макс корж фараон просто не не знаю как от него избавиться никак он постоянно мне выручает какие-то моменты жизни я даже экзамены когда сдавал у меня в ушах был поролон ну из новых артистов крест ну не знаю я как-то не могу находить новых артистов я вот то что вот слушать то и слушаю мне как-то зацикливаюсь на одном а вот мой молодой человек он как раз ищет новых артистов и вот я вместе с ним немного прислушиваюсь и все очень разные очень интересно послушать что что делает это на самом деле очень интересная часть нашей жизни вот потому что я сам долго учился совмещать все в голове рок какой-то все-таки рок это позиционирование это жизнь какая-то и твое видение твое отношение каким-то много ко многим вещам в том числе и к музыке и когда ты в какой-то мере не понимаешь не понимаешь не то чтобы даже осуждаешь но не не понимаешь и не особо поддерживаешь какое-то отвлитвление музыки допустим на рынке потому что она вторичная потому что но не такое как бы музыкальное как как тебе хотелось бы сложно вот было совместить свою жизненную позицию с тем что ты как бы действуешь еще как в рамках продюсера в каких в каких-то проектах но у меня это получилось в голове я научился как-то разделять наверное это больше такие математические схемы в голове как дал как должен выглядеть продукт который хочет получить человек и частичку конечно души музыкальность тоже туда вкладываешь насколько это возможно давайте по артистам с кем мы работаем работали еще будем работать просто сходу максим фазеев серебро оля серябкина это одна история басков последний трек который но мы с баском до стали очень плотно сотрудничать дани милохин естественно сейчас который у него альбом выходит это продюсируем все все сделали мы весь dream team house мы практически за все отвечаем за музыкальную составляющую что-то мы делали клаве кокин алексеев алексеев украины алексеев украина то есть это занимает очень большую часть нашей жизни мне кажется известность самое такое самое главное испытание это не тогда когда ты ее достиг когда ты к ней стремишься местами ты забываешь про то вообще с чего начал и для чего ты это все делаешь в погоне за местами в чартах какой-то какими-то просмотрами прослушиваниями ты опять же попадаешь вот в эту воронку попадаешь подклишейность подклишейность творчество и как оно должно звучать чтобы понравиться большинству чтобы стать известным и естественно мы все хотим быть услышанными мы все хотим донести свое творчество до масс но когда ты двигаешься в каком-то жанре допустим в своем и пытаешься донести себя это зачастую не очень быстрый путь и вот самое для меня для нас наверно был самый такой самая сложность в том чтобы не 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 идти коротким путем вот а идти как-то своим путем неважно насколько он будет длинным просто делать то что нам нравится а еще начинающим музыкантом мне кажется такая вещь как стабильность типа многие люди бросают свою мечту или какую-то типа вот то что они хотят сделать какое-то вот видение точку цель и обменивают ее на какую-то стабильность то есть по любому на начальном этапе придется вкладывать ты возможно вообще не будешь зарабатывать люди пытаются устроиться на работу чтобы получать стабильный заработок а ты как бы вроде бы нет тебе нужно полностью отдаваться в творчество и вот этот период для меня кажется он такой как естественный отбор и он реально сложный когда человек до конца решает пройти вот этот отрезок и после этого возможно будет награда но это не точно и вот если он это проходит круто да сто процентов но для меня это преодолевать свои какие-то страхи просто на пути славе не знаю такое как такая фраза какая-то просто хочется делать музло как бы круто когда тебе приходят люди на концерт но если это можно назвать славой но не знаю у меня в моей парадигме нет такого что я хочу прославить я хочу быть известным я хочу быть услышанным как бы хочется делать искреннюю музыку они там залетать в топ-чарты если это как бы накладывается одно на другое то круто но если это совпадает с вайбом людей классно я не ругаюсь матом наверное не потому что просто потому что не ругаюсь мне так комфортно про мат в песнях в жизни я думаю что каждый сам для себя определяет количество мата в его жизни какие-то поэты они ругались матом то есть даже в своих стихах ну и так далее не буду приводить примеры не сказать бы что я люблю музыку с матами то есть в современном в современной культуре его становится настолько много что люди забывают как говорить красиво без него вот особенно это касается творчества музыки многие используют его слишком неумело возможно для того чтобы вызвать какую-то негативную реакцию у людей потому что негативная реакция это также есть внимание к твоей личности к творчеству вот возможно для того это работает потому что это что-то запретное в какой-то категории допустим детей или кого-то и они это слушают потому что это запретное и это становится популярным и вот по кругу люди делают так потому что это буду слушать возможно из я так это вижу у нас примерно одинаковое понимание касательно мата я вот тоже лично не ругаясь матом это наверное либо ну какие-то принципы воспитания на принципе просто ты так привык то есть и по-другому уже не получается хотя когда даже все вокруг ругаются казалось бы вот в индустрии все ругаются ну как-то вот ты научился выражать мысль по-другому иногда и хочется усилить ну приходится усиливать другими средствами касательно мата в песнях да блин я даже не думаю что это уже какой-то хайп типа это уже сейчас настолько повсеместно другой вопрос насколько это оправдано насколько это нужно это другой вопрос вот правильно марк сказал что есть люди кто его используют это реально уместно то есть это это работа режет слух когда когда ты слышишь можно было здесь этого не делать но вставлял типа мата и думаешь что ты хайпанешь я думаю это никого уже не удивит музыки я уже считаю это нормой каждая песня почти с матом ну почти вот до классно когда это в тему но когда перебор идет то уже не совсем круто вот в жизни я там мне проскальзывает несколько словечек но это прям нужно меня вывести из себя нет челзон это не дом это я сразу говорю потому что очень много вопросов насчет этого это творческое объединение как вы сказали у нас там огромное помещение оборудование локации разные нам сделали ремонт куда приезжаем снимаем общаемся приглашаем в гости звезд просто других тик токеров просто наслаждаемся жизнь снимаем тик токи и общаемся дает много всего на самом деле но во первых это новое знакомство это работа с новыми людьми да и в принципе мы делимся чем мы занимаемся у нас все очень разные ребята все кто-то гоняет на серфинг кто-то делает музыку уже давно ну кто-то как и я вот занималась гимнастикой могу чё-то ребятам подсказать на короче прикольно очень классно весело у нас мы ездили с челзоном вместе в dream team sweet house ну вообще мы со всеми коллаборируем на самом деле вот но в гости мы ездили часто к этим ребятам мы в принципе плотно завязаны с тик токерами вот наверное потому что мы многим пишем музыку песни вот и со многими дружим так сложилось что в тесной работе мы просто очень близко подружились с какими-то ребятами например с ребятами из dream team а они все просто супер классный вот поэтому пока из коллаборации наверное видео с ними разные видосы я вам и очень положительных титок тик току относимся как площадке через которую можно продвигать музыку то есть каждый делает это так как ему нравится то есть я знаю много ребят которые поют песни там не обязательно снимать липсинки или танцевать танцы можно шутить петь песни и играть на барабанах до clubhouse по моему мнению уже немножечко прошел этот хайп но в принципе чего мне кажется и прогнозировали туда залетели интересные персонажи первое время наверное для набора аудитории они вкидывали всякие разные инсайты вот это все потом всех задолбало все поняли что нужно работать и все на первый день когда появился clubhouse в россии стал то прям он как-то взорвался мы провели там весь день в диалогах с классными чуваками и потом мы поняли что нужно работать и когда жить помимо clubhouse и и мы стали заходить туда реже кстати clubhouse очень классная тема для созвонов мы когда хотим поговорить просто за несколькими людьми отличное качество звонков всем советую просто вы создаете приватную комнату в clubhouse мы против только дома говорили естественно наверное уже не будет такого резкого бума и успеха из-за из-за новизны потому что уже для всех это не новое и навряд ли появится какой-то тикток дом и он станет популярным из-за того что он просто тикток дом только если это будет наверное какое-то объединение сильных личностей тиктокеров уже известных или они привнесут что-то новое панк-рог дом ребят создадим кто хочет я вам круг дом пишите нам мы это сделаем вот это будет коммуналка здравыми обоями и есть мы будем не будем есть есть будем пельмень поэтому а я думаю что на рынке в принципе осталось на слуху пару тикток домов которые прям именно в топе остальные даже как-то расформировались и мне кажется уже не особо активно не знаю мне наравне нравится инстаграм и тикток вот как-то ровно потому что я и там и там много времени провожу youtube я на него редко появлялись вот иногда снимаю видео но это так спонтанное решение когда что-то приходит прикольное в голову тогда снимаю clubhouse я уже туда не захожу джиган оттуда ушел я тоже оттуда ушла не на самом деле интересная платформа я бы заходил туда пару раз еще но больше бы не стало что у нас еще есть лайки вот лайки я туда не захожу но мне там много фейков есть которые просто перевыкладывают видео и я там типа популярная но типа я не знаю но мне об этом говорят но я не знаю просто кто-то ведет мой аккаунт спасибо во всех социальных сетях мы есть но основная социальная сеть это инстаграм тик ток вот тик ток это просто гениальная вещь потому что выжимка контента вмещена в 15 секунд и если прям так красиво настроишь свои рекомендации то это будет приятное приятное время провождения поэтому меня я листать тик ток и инстаграм stories фоточки поэтому это две основные социальные сеть вконтакте честно я очень давно уже не захожу он как-то ушел из моей жизни с появлением стриминговых платформ там apple music спотифай просто даже музыка там как бы мы заходим просто с профессиональной точки зрения посмотреть топ-чарт просто и даже не послушать просто посмотреть как он там существует у меня то же самое не буду повторять тик ток они у меня не то же самое я кстати в тик токе вообще ноль вот если что в тик токе у меня есть 200 подписчиков и там есть одно видео хорошая попытка у меня у меня инстаграм хотя я очень люблю тик ток я я в душе мечтал бы стать тик токером но ты стесняшка нет просто не заладилось у меня с игоря нам похожая история тик ток не классная тема я люблю листать ну что-то снимать туда надо что-то наверное но пока не дошло так до инста всякие видосики на барабанах если какой-то трек зацепил то хочется ну не знаю быстрее всего youtube тоже но на ютубе сложнее там нужно больше запариваться так что да инста нет гивы честно я до последнего пытался просто абстрагироваться максимально от этого бесконечные гивы я просто стал их блокировать если вы присылаете мне гиф это все до свидания сразу потому что просто не знаю я загон уже по ним начался постоянно что-то предлагают и когда ты понимаешь вообще в сути что это такое и как люди тебе просто ладно они бы написали одно сообщение они тебе напишут их игнорируешь они пишут еще может вы обратите на нас внимание свое и конечно же конечно же какое на самом деле в последнее время какая-то интересная связь с подписчиками появляется с выходом треков все больше и больше люди интересуются песнями и очень приятно видеть какие-то реакцию людей на наше творчество мне кажется как и всем то есть кавера перри репосты спасли время тик токи под песни они выкладывают еще в инсту это на самом деле очень круто поэтому все смотрим стараемся отвечать всем кому можно ответить что иногда очень странно сообщение смешные приходят мне очень сообщение много очень сообщение приходит марк напиши пожалуйста песню я честно я бы всем песни на всем бы по песне написал но как бы это просто в принципе невозможно поэтому если мы увидим какого-то интересного человека с деньгами или без денег даже ребят если у вас нет денег но вы круто поете или у вас есть своя песня которую вы хотите выпустить даже не пишите пишите обязательно и возможно если мы увидим нам понравится мы сделаем это даже без денег возможно вот как получается но нет правда да да не это все шутки конечно пишите гибы за гибы серьезно это реально очень сильно достает и вот они реально же потом написывают они продолжают тебя гибов еще не было не было да что я не отвечаю но всякие разные пожелания подписчиков видео привет и упоминания вот такой примерный директ у меня и теперь всякие разные сравнения с инстасамкой у меня пошли я не знаю почему просто пишет непонятно не знаю неприятно это меня был тоже такой в голове я сидел там и такой просто не уговаю почему-то я слышал минусы такой очень странное заявление возможно это просто из-за того что стилистические направления очень пересекаются и плюс девочка девочка поэтому самка там бит но на самом деле на самом деле люди в интернете они даже зачастую больше очень агрессивны ну то есть мы пока с этим не сильно столкнулись мы же красавчики вот но на не вне в директе в комментах честно я просто последнее время стал на это очень много обращать внимание про то что везде в любом крупном паблике у любого крупного блогера очень много хейта очень много как негативно не негативного негативной информации от людей просто наверное как будто какая-то не знаю люди привыкли быть злыми какая ну и это не очень круто потому что зачастую не злые люди становятся как бы злыми в комментариях ну потому что мы живем все друг рядом с другом и мы не живем так как живем как пишем в комментариях поэтому мое пожелание всем людям которые что-то когда-либо комментирует будьте добрыми напишите что-то хорошее нежели что-то плохое прикинь и не вот время тратить на плохие комментарии придумывают да ну как бы ну не знаю это на самом деле очень грустно хорош засорять короче что должно произойти чтобы ну я написал какой-то комментарий ну если что-то клевое то я там поставлю огонек да если не нравится я просто не пишу да какая мотивация ну вот и у меня просто ни разу такого не было чтобы хотелось написать мне кажется это все внутри кроется если ты недоволен как-то с собой и ты начинаешь хейтить человек потому что он у него есть то чего у тебя нет у тебя ну это все сложно у нас как бы люди нет культуры психологов или как самокопание в на нашем постсоветском пространстве поэтому к сожалению многие люди не знают как сражаться со своими демонами в голове и вообще как жить и у них весь гнев все какие-то внутренние проблемы они вливаются просто в комментарии у меня не много хейтеров на самом деле наверное потому что еще не такой оборот то есть там все таки я думаю есть какое-то процентное соотношение на сто процентов там 10 процентов хейтеров допустим поэтому у нас это не так заметно но местами это мне кажется любого человека задевает хейт ну то есть меня даже когда человек тебе пишет просто необоснованное что-то там в комментариях или в личку и ты не то чтобы прям веришь ему и обижаешься на то что он написал а тебя как-то задевает ну зачем ну почему ты это пишешь ну как бы в любом случае это какой-то отклик находит некой я искренне удивляюсь девочками маленькими хрупкими которые идут через все и в принципе как-то держит себя чтобы ну то есть как-то не слететь не расплакаться не сорваться в общем это сильно ну это правда очень тяжело но вот лично у меня очень много хейтеров но прям вот наверное год уже стабильно мне там хоть человек десять но напишет что-то плохое типа за все я даже не знаю что для них идеальный человек то есть это за рост за голос за зубы за характер за все просто я не понимаю где их идеал то есть даже если ты идеальный ты плохой непонятно очень это очень не как грустно потому что люди хейтят за за то но что ты не можешь как бы никак повлиять то есть это очень глупо хейтить человека за рост за за что угодно вот именно ладно хейтить человека за поступки какие-то которые он совершил в медийном пространстве допустим на ты ты можешь это и твой твое право как-то не уважать человека за какие-то вещи но именно вот за такие вещи я не понимаю люди хейтят поэтому я очень рад в последнее время это все на как-то всплывает на поверхность и тема кибербуллинга она очень так обсуждается и пытается как-то люди пытаются это пофиксить это круто лидер мнений ну это коррелируется с числом подписчиков самые популярные люди их больше слушают но иногда они несут дичь мне кажется лидер мнений это в принципе не зависит не сильно зависит от количества подписчиков я встречал людей которые у которых есть большое количество подписчиков но им нечего сказать абсолютно мы говорим в рамках индустрии или типа лидер мнения же локально может быть мне кажется лидер мне ну в какой-то степени мы претендуем на то что считать себя лидеры мнения потому что есть что сказать то есть есть мнение которое ты хочешь донести и соответственно да соответственно как бы ты делаешь для этого какие-то действия насколько типа оценивать это постфактум лидерами мнения постфактум нет ну как бы мы не настолько еще большие ребята чтобы сказать что мы лидеры мнения ну естественно очень бы хотелось этим ими быть я думаю что лидер мнения это в принципе человек который имеет какую-то медийность и за которым которого люди слушают за люди повторяют что-то которым люди прислушиваются вот там уже конечно существуют какие-то масштабы я думаю что мы все-таки есть какие-то в каком-то в какой-то мере мы лидеры мнения также потому что ребята пишут часто в директ вау вы такие классные мы там хотим быть как вы и так далее поэтому мысль пришла мы лидеры мнения но наверное как скрытый латентный да мы латентные лидеры мне потенциальные потому что даже вот то что мы делаем с точки зрения продюсерской то есть это же кто-то выражает получается мы лидер мнения транслирование мы да этому не знаю мне кажется лидеры мнений это тот человек у которого обязательно есть что сказать которого все слушают которую много опыта за спиной так далее вот такое у нас просто есть такой человек в команде в чел зоне и безоговорочно все этого человека слушают вот это не зависит от количества подписчиков это все мои оба семён девочка вот у нас есть такая она говорит очень умные вещи очень важные вещи и все решается через нее в основном все ребята и слушают но она и старше нас всех вот ей 27 лет как наша мамочка вот но я не считаю себя лидера мнений хотя может быть латентно как-то но люди ждут от меня мнения но я его не даю потому что не хочу здесь собрались не клишейные рок-н-ролльные ребята потому что вот именно таких вредных привычек у нас нет серьезно мы не пьем не курим и не употребляем наркотики вообще присоединяюсь представляете как здесь просто вот опа эталон опачки и рассказать то нечего мальчики не пьют не кулит матом не ругается урок исполняет что еще надо мам мамы довольны короче любимая рок-группа твоя мама у меня ее нет возможно есть конечно есть мы с ними боремся это лень мы крутить это лень это вредная еда вредная еда накажите его как он заказала надо про этот трек я плохой парень поэтому вредные привычки но наверное это что-то связано с характером мы все боремся с какими-то темными сторонами своих характеров своего характера поэтому так сразу не вспомнишь какие-то моменты я учусь быть спокойным человеком у меня хорошо это получается не правда типа вот прям последний год из-за бешеных каких-то объемов ты ты короче реально становишься каким-то раздражительным ты все воспринимаешь близко к сердцу и я вот очень сильно запариваюсь и пытаюсь найти в себе силы абстрагироваться от всего принимать всю информацию спокойно не нервничать не раздражаться на окружающих и наркотики мне в этом не помогают я сам собой наркотики это зло а котики это добра мы пчелы против меда рог движения высшее образование человек а у меня есть высшее образование я преподаватель английского языка hello my friend my friend я не жалею что я учился я наверно в большей степени сделал это для родителей но спросить спросили вы ли вы бы меня пошел ли бы я сейчас учиться если бы вот я был в начале пути университет наверное нет очень много времени занимает и очень много сил чтобы тратить это просто так и не использовать это потом в будущем то есть у меня есть образование учителя английского да я выучил английский язык и так далее получил какие-то общее знание сильное воспитание но но наверное я бы большего достиг в музыке если бы учился допустим или работал все это время как-то развивался исключительно в музыке вот я ни о чем не жалею я есть тот кто я есть сейчас и все мои знания это в совокупности какого-то пройденного пути но молодым людям наверное я бы посоветовал во первых слушать близких людей рядом они всегда желают вам лучшего а учиться или не учиться делайте как чувствуете нельзя конечно бросать школу то есть это какие-то базовые знания без которых вот ну прям трудно будет жить но университет наверное это уже не обязательно это не обязательно я чтобы быть успешным человеком потому что наши родители нам говорили идите в университеты вы станете супер успешным будете зарабатывать много в итоге больше много людей отучилась в университетах работают макдональдсе зарабатывать немного а люди которые не учились они занимались каким-то делом развивали свои навыки и зарабатывали много развивайте свои навыки вот мой совет игорь я на мой личный опыт я пошел причем в университет по специальности музыкальный университет но я его забросил я по итогу уехал в тур и все для меня сам вопрос образования наверное то есть я против того чтобы образование получали для родителей потому что пять лет типа это много я бы даже не делил университет и школу школа в принципе сейчас современном мире не взять эти школу можно пойти на домашнее обучение и спокойно обучаться чему ты хочешь то есть это вопрос осознанности какой-то когда человек понимает что он хочет если это образование идет ему в пользу он идет по специальности он знает что да это то что я хочу я обязан туда пойти это круто идти просто в университет ради того чтобы для кого-то для меня это ну прям очень сомнительно я за то чтобы реально реализовываться как личности а образование это уже какой-то второй момент если это способствует клево если нет ничего страшно что не идешь в университет это не значит тупой или еще кое-то то есть ну абсолютно нет тоже есть профессии на которые надо обязательно учиться на блогера не надо учиться примеру ну или если ты знаешь там сто процентов уже там со школы что ты там станешь не знаю условно музыкантом там или еще кем-то то ну все ты уже занимаешься этим там полноценно тогда есть смысл не идти как бы пробовать себя в этом но если ты там в конце школы вышел и ты не знаешь кем ты хочешь быть и что ты хочешь делать странно не идти наверно учиться лучше пойти как бы понять что тебе близко и потом там даже условно сейчас полно курсов онлайн обучения пример если в какой-то момент понял что все я там айтишник то как бы ты больше знаний получишь там из какого-то онлайн курса там и заняться этим чем пять лет в универе когда все меняется там каждые полгода поэтому ну для кого когда об образование не обязательно но ничего страшного если ты учился и на кому-то наоборот даже круто что он отучился я не отучился ну не могу сказать что жалею я как-то с раннего возраста понял чем буду заниматься это наверно вопроса в 10 от дисциплине мы сейчас скажем что образование там не обязательно да и какие-то ребята они просто не будут учиться они не будут работать они не будут сам развиваться тут вопрос же в саморазвитии стоит в том чтобы развивать какие-то навыки стремиться к чему-то стремится к своим целям не просто сидеть дома patrons не надо да 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 я считаю что если человек готов идти в институт то хорошо если он сам этого хочет но если он хочет учиться, если он хочет учиться на определенную профессию, в которой он точно уже уверен, что все, окей, я буду вот этим человеком. Не знаю, я не готова сейчас идти в институт, и у меня нет желания, я понимаю, что мне это сейчас не надо, прям вообще не надо. Я чувствую, что мне нужно сейчас развиваться в том, что я хочу делать в ближайшие пять лет как раз этой жизни. Ну и не считаю особо российское образование здесь выше, такое крутым, с которым можно поехать в Америку, это такой, а у меня вот что есть. Они такие, ну окей, нам это не нужно. Ну такое, не европейское, но старое, мне кажется уже, потому что там как учебники были написаны в 93 году, так и не остались, так и в школе. Ничего не меняется, очень скучно, ты уже знаешь, что будет, и зачем тогда идти, если ты ничего нового не узнаешь. Ра-си-я, Ра-си-я. Вы же вырежете, да, ткань? Не надо это вырезать. Честно, мы не знаем, кто сейчас президент. Кто сейчас президент? Дональд Трамп. Как 20 лет назад, чувак. Лукашенко. Батя, я из Беларуси. Всем привет. Меня зовут Марк, я из Беларуси, родился в Минске. Политика, я не хочу говорить про белорусскую политику, ничего, потому что, наверное, чук-чурык. Это он сказал. Потому что мы ничего не знаем про политику. Не, если посерьезки, я на самом деле слежу. Очень сильно слежу, и прямо в какой-то момент я понял, что я мог бы заменить кого-то из парламента. Вот. Ну, на самом деле реально резонируют некоторые моменты, и не хочется оставаться в стороне. А тут нужно прямо позицию? Я считаю, моя личная позиция, наверное, позиция... Христос. Да, это тоже. Моя личная позиция, это что люди должны иметь право говорить свое мнение. То есть, ну, просто каждый имеет право что-то сказать и быть услышанным. Вот это то, чего нельзя отобрать ни у кого из нас на этой планете Земля, на Марсе, хоть где. Поэтому я за это. Я не готов сказать, что я принимаю какую-то сторону в любой политической ситуации, там, в России, в Беларуси. У монеты всегда две стороны, то есть. Но то, что люди должны быть услышанными и имеют право что-то сказать, выразить какое-то свое мнение, это стопроцентно. Не боясь сказать его. Ну, по сути, сейчас... Даже мы сейчас боимся что-то сказать. Можно выразить, да, свое мнение, как бы, и... Или нет. Тебе там аукнется. Аккуратненько все. Аккуратненько. Аккуратненько. Если вы понимаете, о чем я. Россия! Россия! Я же сейчас в России. Чукшурик! Как будто он больше из Беларуси, да? Да мы тоже аполитич... Нет, я не аполитичен. Я не аполитичен тоже. Аполитичность. Ну, что есть аполитичность? Что ты знаешь? Закрывать глаза и говорить, что ничего не происходит. Ну, в любом случае, что все происходит. И у каждого из нас, и у каждого, кто смотрит, есть свое личное мнение по любому поводу в политике. И это хорошо, что у вас есть свое личное мнение, каким бы оно ни было. Просто не все так просто, мне кажется. Ты под влиянием кого-то можешь думать, что все происходит так. Да. А может быть все по-другому. И то есть я себе даю отчет, что, чтобы реально разобраться, что там происходит, наверное, нужно быть приближенным к этому. А так это просто сводится к тому, что хочется, ну, правильно, как Марк сказал, чтобы люди могли высказываться. То есть кто там прав, кто виноват, то там говорят он прав, там говорят нет. Ну, это борьба уже, и в ней очень сложно разобраться. Мы, наверное, больше выступаем за какие-то просто человеческие базовые вещи. За людей. За людей. Чтобы, да, была любовь. Оу. Да не, не, не. На самом деле мы просто 24 на 7 работаем в студии. А что за митинги, что ли? Не, у меня на самом деле, честно скажу, был своего рода какой-то такой внутри голос, какая-то типа ответственность, что, а должен ли я идти? То есть, ну, я реально серьезно задумывался. И честно признаюсь, я так и не дал себе ответ на этот вопрос. И тогда была как раз запись какого-то артиста, и я подумал, ну, я в любом случае не пойду. Ну, это опять же, это, возвращаясь к вопросу, что люди должны быть услышанными, как бы, мирные митинги почему бы и нет. Просто другой вопрос, кто их превращает в немирные. Вот, против мирных ничего не имею. Люди Беларуси, мы с вами, я с вами, я очень активно поддерживал ребят из Беларуси, допустим, были митинги жесткие, и родственники, друзья, все, ну, как бы, когда люди идут, просто, и ты знаешь, что это твои друзья, твой там брат, твой друг, и они пошли просто, потому что хотели быть, поддержать. Они не хотели, ну, как бы, не было каких-то подтекста никакого. И та жесть, которая происходила, ну, это грустно, это печально, вот, потому что знакомым ребятам попадало просто ни за что, пацанам, девчонкам, у меня знакомые девчонки сидели просто ни за что. Ну, это, это печально, что такое происходит, и хочется просто выразить солидарность и какую-то моральную поддержку таким людям, сказать, что вы герои для меня, что вы не боитесь отстаивать свое личное мнение мирным способом. Свадьба. Дау. Мы вместе уже, сколько, два года вроде как. Вроде. Блин, надо запоминать вообще-то. Ну, забьем. Вот. Ну, а что я могу рассказать? Мне нечего рассказывать. Он блогер. Он сейчас пытается делать музыку, и у него это очень хорошо получается. Он нашел свой стиль, и это круто. Вот мы как раз вчера ездили дописывать ему всякие бэки и так далее. Вот. Ну, в общем, как-то так. Я женат. У меня есть супер прекрасная красотка моя, жена. Вот. Я тебя люблю. И у меня есть маленький сын. Я еще и папа. Вот. И это очень круто. Я думаю, что у каждого есть какое-то свое время для вот этих всех вещей. Потому что у меня есть друзья, которые намного старше меня, они еще не женаты. У меня есть друзья, которые моложе меня, уже женаты. И я думаю, что вы сами почувствуете, когда это должно произойти. Но я счастлив. И да. Вот так вот. Я? Я тоже женат на прекрасной даме. Да. Ну, а что я скажу? Ну, на другой. Это так и есть. На другой. Не на одной же мы. Вот. У меня есть тоже прекрасная доча. Я тоже отец. Так что вот. У меня есть прекрасная девушка, пока что не жена. Но, не знаю, мы с парнями на одной волне, поэтому мне близко тема супружества, так сказать. И, в принципе, ну, короче, всему свое время, да, но думаю, что я на пути к этому. Ну все, минус 500 тысяч просмотров у вас теперь от этого вопроса. Я ценю верность. Реально, прям вот ценю. Я вот сто процентов уверен в этом человеке. Я ценю самодачу и считаю, что если бы не она, возможно бы то, что есть сейчас у меня, у нас, то, как я реализовался, я уверен, что этого бы всего не было. Потому что она всегда помогала. Она закрывала какие-то моменты, которые я был не способен закрыть. Все какие-то победы я всегда делю на нас двоих. Хоть она и не на свету. Аналогичная ситуация. Полностью согласен со всем, что сказал мой коллега, друг, брат Игорь. Я просто восхищаюсь тем, как моя жена, она может верить в то, во что верю я. И просто идти со мной моим путем. Потому что все-таки это, мне кажется, сложно в какой-то мере. Когда у тебя есть личная амбиция, она тоже развивается в каких-то своих личных амбициях. Но мой путь, который я иду как музыкант, как рок-звезда, мы проходим вместе. Вот, и это круто. Такая просто поддержка, отдача, верность, уважение за это. За что ценю. Тоже, в принципе, странно, если все вещи, которые перечисляют парни, их нету. Поэтому и эти вещи. Плюс иногда, мне кажется, что моя девушка, Машенька, в некоторых вещах, она как будто умнее меня, что ли. Ну, то есть, иногда, как бы, ее, ну, я ее слушаю. И, как бы, короче, во многих вещах, мне кажется, что она умнее. И вот, это классно. Все, ничего больше. Ну, знаете, что я вам скажу? Дорого. Что я вам скажу? Я даже не знаю, что это отвечает. Что ж, дорого. Что это за слово такое? Вообще, бьюти-тюнинг, это вы сильно дали, конечно. Мощно. Песня следующая, бьюти-тюнинг. Вот. Но, на самом деле, у каждого человека есть право выбора. Девушка не совсем прекрасное создание. В любой девушке можно рассмотреть, увидеть что-то красивое без бьюти-тюнинга. И девушке не нуждается в бьюти-тюнинге, по моему мнению, личному скромному. Но, если девушка хочет что-то сделать, она имеет на это полное право. Потому что она человек. Ну, в нашей семье мы советуемся во всех аспектах. Поэтому, ну, вряд ли будет какая-то такая ситуация, что я приду домой и увижу жену. Ты придешь домой с губами. Или я приду домой с губами уже. С ботоксом. Не обсудив с ней. Не обсудив с ней. Я сделал губки. Поэтому, сначала я с ней все обсужу. Бьюти-тюнинг. Ну, не знаю. Мне кажется, есть жесткий бьюти-тюнинг, а есть лайтовый. Ну, замазать прыщи в инсте, просто чтобы залить классную фотку. Ну, если это бьюти-тюнинг, то окей. Но если... Ну, я не могу сказать, что я противник Яры. Мне, в принципе, особо без разницы. Но я за какую-то... Natural beauty. Да. Турельку. Но себя не тюню. Это пока что, Герман. Пока что. Ну, года идут. Ну, самое главное, чтобы это не усугубляло здоровье. Если девочка хочет, то хорошо. Короче, не борщить. Это самое главное. Потому что... Вы видели когда-нибудь эти искаженные лица? У кого губы сильно опухли, у кого там что-то еще и так далее. Вот мне еще кажется, что если какие-то... Ну, тоже там большие... Ну, это, наверное, больше к девушкам применимо. Ну, короче, когда девочки смотрят на какие-то фотки, люто оттюненные, и у них из-за этого появляются комплексы. Ну, вот, по-моему, я недавно читал, что Инстаграм с этим борется. Удаляет маски, которые сильно искажают. То это плохо. Ну, когда, условно, красивая девочка думает, что она некрасива, потому что у какой-то блогерши губы больше, то это стрёмно. Ну, такая пропаганда не очень. Но если у нее реально маленькие губы, и она там из-за этого себя как-то закомплексованно чувствует, то почему бы ей там не подкачать их? У Игоря он губы нормально смотрится. И сразу не скажет, что там как бы что-то есть. С утра аж прийти на завтрак. Нету, ни одной. Не знаю, как-то не дошло. Я бью татуировки только на игре. Обычно выбираю какой-нибудь классный эскиз и говорю, братан, есть ли еще свободное место? Потому что на себе пока не практикую. У меня нет татуировок. Было одно время, когда прям очень хотелось делать, но не знаю. Возможно, я рад, что я тогда не сделал, но я не против. Возможно, я тоже когда-нибудь настанет момент, что я себе что-нибудь набью. И тогда уже, наверное, я буду выглядеть как Игоряна. Его будут не остановить. Да. Ну, мне кажется, это больше вра, эта история. В 14 лет я набил себе вот здесь, на груди есть розочка. Не буду выглядеть ее. И как-то просто пошла тема. Сделал одну руку, вторую. Ну, это доставляет удовольствие. Это как какая-то прикольная одежда. Не знаю. Ну, для меня это... Я не вкладываю там супер большой смысл. Это татуировка о том-то или о сем-то. Ну, для меня этого нет. Для меня просто в целостно, если смотрится прикольно, почему бы нет. Вот. То есть у меня здесь нету какой-то этой... Короче, какой-то, да, сверхъестественной концепции. Я просто делаю, потому что прикольно. И жалею об этом? Нет. Потому что... А что жалеть? В старости, мне кажется, в старости все мы будем не очень. И мои татуировки это не будут. И чем-то особенным не очень. Ну, ты не жалеешь ни о какой татуировке. Не в плане старости, а в плане портачности. Ну, ты же перебиваешь. Ну, так, чтобы типа... Возможно, я бы что-то перебил, но я понимаю, что это вообще не проблема. То есть можно взять... Надоела мне эта рука, я возьму ее в черный, залью и все. И что, будет плохо? Будет прикольно. Я же сильный парень. Будет нормально смотреться. А у меня, кстати, наоборот, я пока... Мне сложно решиться что-то набить просто потому, что это там прикольная картинка. Для меня, наверное, может быть это в начале так или как это происходит. Но пока я не хочется бить просто потому, что мне нравится, как это выглядит или на ком-то это смотрится. Пока как-то так. Ну, для меня деньги базово... Ой-ой-ой. Ребят, деньги — это зло. То, чем всем мы пользуемся. И вопрос, какое место в нашей жизни они занимают, ну, явно не первостепенное. Деньги — это способ порадовать свою семью, обеспечить. Деньги — это способ выпустить свою музыку, покушать, наконец-таки. Это возможность? У меня был месяц, когда я жил на 100 долларов. Был месяц, когда я жил на более-больше суммы. Ну, как бы это не вопрос, сколько тебе нужно. Не проблема там прожить, выжить как-то. Вопрос, на какую сумму ты можешь жить. То есть каждый живет, мне кажется, на ту сумму просто, на которой он живет. В свой период времени. То есть есть люди, которые просто тратят очень много просто потому, что они могут, а они тратят на всякие там безделушки и так далее. Такое тоже бывает в жизни у каждого человека. Мне приходилось извиняться последний раз перед женой. Ну, мне, наверное, последний раз, это прям где-то что-то в диалоге с пацанами, из-за того, что мы прям плотно так работаем каждый день и в музыке, да, вот в продюсировании, в создании продукта. И ты все-таки, у каждого есть свое мнение какое-то. И бывает, возникают какие-то ситуации, когда ты немножко перегибаешь. И ты говоришь, блин, сорян, пацаны, чуть-чуть перегнул. Мы умеем извиняться, это, мне кажется, очень хороший навык, извиняться перед, обоснованно, осознанно, перед теми, кого ты любишь, уважаешь, признавать свои ошибки. Ну, наверное, перед тоже своей девушкой, как-то, ну, какие-то обычные бытовые вещи, ну, так даже не вспомнить. Типа, извини, я забыл, что сегодня 8 марта. Что вчера 8 марта был. Перед парнем последний раз извинялась. Я увидела в сторис у всех такие красивые букеты. На 8 марта сюрпризы всякие разные. А у меня было 5 тюльпанов. Ну, и я такой, ну, почему? Он говорит, ты обдоглела. Я говорю, да, извини, пожалуйста. Он говорит, прости, прости, прости. Хорошо. Мы идем в начале, что бесит? Каждый. Пробки. Самоуверенность. Нет, неправильно. Чрезмерная самоуверенность. Бесит. Пафосность. Тех же инста. Ну, это, наверное, больше к инста-блогерам. Иногда смотришь и думаешь. Быстро. Надо же быстро, да? Плицкрик. Пропаганда. А, бесчеловечность. Хумус. Ненавижу хумус. И лень. Меня бесит вранье, обман. Пробки в Москве и жестокость. Обожаю еду. Обожаю лето. Жену это банально сказать. Я ее просто очень обожаю. А вот обожаю музыку. Музыка. Спокойство. Здоровье. Обожаю здоровье. Ха-хахами. Жень здорово. Ха-ха. Обожаю быть здоровым. Обожаю быть здоровым. Инfinden. обожаю быть здоровым, ну это серьезно это же очень круто, когда ты не пьешь лекарства каждый день вот, быть здоровым делать то, что хочется еду, да, еда это просто, это что-то вообще космическое это невероятное обожаю помидор драминг люблю прийти порубать на точки, не знаю, мне это прям доставляет удовольствие водить машину ну не всегда, иногда это бесит когда пробки, но в целом кайфую ну и вкусный хавчик мы через 10 лет это просто тур тур по стадионам выпуск юбилейного альбома это что касаемо музыкальной музыкальной деятельности группы не спечься бы через 10 лет вот, важно с тем же, типа мы через 10 лет остаться в здравии и с тем же целеустремленностью в той же задорности да, чтобы типа не растерять все, чтобы не потерять вот это удовольствие этот кайф от музла потому что это можно потерять это я вот думаю я даже не знаю но это 100% выступление музыка это что-то похожее на шоу мне не нравится просто так стоять на сцене и ничего не делать вот я так как я занималась гимнастикой я хочу делать постановки с предметами с гимнастикой мне кажется это будет прикольно и смотреться как цирк но все равно зато весело это какой-то новый уровень себя честно поживем увидим ничего предсказывать не хочу у нас выходит классная песня вы все должны ее послушать это будет для нас для нас самих что-то новое и необычное своего рода эксперимент поэтому посмотрим что из этого выйдет мы точно кайфанем ну у меня в черновиках лежат песни которые ждут выхода и надеюсь я их все-таки выпущу и сейчас появилась идея но я не буду говорить в чем ее смысл но я ее сделаю и тогда посмотрим что будет но мне она уже нравится на словах самое главное в жизни это любить себя самое главное это любовь жить ее жизнь блин самые классные вещи назвали скажи хавчик самое главное это тачки это барабаны самое главное в жизни это барабаны играйте на барабанах а мы должны похлопать в кадре нет не обязательно это барабаны это барабаны это барабаны это барабаны а какие-то пакат это барабаны и это барабаны и Продолжение следует...